Это лучший танк в игре сейчас. Самый фановый, самый кайфовый. Если бы вот так вот я бы качал бы Швецию с нуля, взял бы Видар, я бы, наверное, так бы залип на него. И за неделю бы уже всю Швецию бы выкачал бы на этом танке. Давно этой карты не было. И респ такой опять, видите, сложный. Но на Видаре я, наверное, не буду рисковать по мосту ехать. Я слишком большой, и жалко так танк тратить со старта. Так что надо будет обходить здесь. Здесь это уже не маленькие ранги, где хомячки, вот хомяточки на мячки играют. Здесь должны быть посерьезнее. Ай, опять не успеваем. Ну что ж такое, когда они уже пофиксят это дело? Кто-то успел его подловить, молодцы. Блин, инвертированное управление я задом не смог отъехать, он в другую сторону развернулся у меня. Улитки запортачили в последнем патче это. А, проскакиваем с риском для здоровья. Оп. Я видел, что там стоит прямо на дороге, видишь танки. Все, вот это позиция. Занимаем и отбиваем их. Вот если не пускаешь их на точку и так делаешь, то все, уже больше шансов победить здесь. Кто? А, это тот отстрелянный был, а не этот. Все, похоже мне. Пробаю, это не бьется. О, я отъехать успел. Повезло. Такое здесь окошко прикольное, сколько я уже трупов через него наделал. У меня скоро двигатель сломается, и я в ненужный момент остановлюсь. Надо починить, потом дальше уже их убивать. Ой, ай. Даже арту танкует этот видар, глянь. Попадание вон, видели? Там БК, а ему ничего. Опа, через каточек. Поддон выбила, и леднище, бедолага. Pay to win. А, этот покрепче оказался. А че ему жить, понты осталось? Хе-хе, я им не нравлюсь здесь. Пытаются. Еще стоят там, видишь? Ну, покажи. Может, бомбануть их? Они все стоят. Вот этот полностью угол весь забомбит. Сейчас я подожду тогда бомбера. Меня прикрывает ЗТЗ, и сзади тоже союзник прикрывает. Один на точку едет, но... Где долго вы там летать будете-то еще? Что ж за фигня? Красный летает, не выпрыгивает. Видишь, нам не дают самолет. Экономит, но там пытается... 500 серебры заработать, заработать. Во, наконец-то. Ого. Ну, есть еще тоже ребята, в АБ тоже играют. Ну, там в основном такие каналы... Я не видел, чтобы много зрителей было. По чуть-чуть. И в основном, ну, действительно, новички... Новички играют, то есть, которые еще игру не познали, так как я познал. Как бы, другими словами, как многие РБшники и считают, чаще всего... Просто стреляют по крестику. У меня, видишь, тактика в бою, я делаю так, чтобы победы были. А большинство крадников просто по крестику стреляют. Объемный снаряд, когда ты взялся. Че я в шляпу ему не попал сразу? О! Эту карту выводят из игры? Неужели? Хотя ее можно было просто немножко переделать. Отъеду от арты, потому что я уже много убил. Игра меня кикнет. Эту карту кинули. Час. У меня навидали, наверное, сумасшедшие АКД, если политики вот так посмотрели. Сказали, ахренеть, зачем мы такую имбу вели? И начали бы срочно... Ну, скоро начнут, наверное, что-то нерфить, я уже учусь там. БК будет взрываться. На 11, и тут чуть-чуть, ну, пыхтят. Ребята пыхтят, делают победу, держат. Молодцы. Сейчас я еще бомбанул. Там так опять такое скопление. Нормально можно подбомбить сейчас. Нормально я забухонерил их. 15 уже, е-мое. Илюха, Барри и Рос активировали лютоволка. Бедные красненькие. Я сначала думал, он там дальше где-то стоит. А, еще один есть. О, все. Бля, я даже фугас танканул. Но он куда-то в каток попал. А я ему ствол самал. Я быстрее починю, чем он. У меня вон 10 секунд осталось. А ему ствол секунд 15 чинит, но его сейчас тайп убьет. А, ну все. А где дырка от фугаса? Куда он стрельнул? Ну, по-любому где-то в передний каток попал с перепугу. Крутой бой получился сегодня. Ой, движок глянь, не дочинил немножко, оказывается. Это только каток чинился, и он сломался. Димьян, а ты посмотри сегодня, вот же я роликс на канал заливал, про пазики. Там 3 или 4 боя на пазиках. Можешь глянуть, что на них можно делать. Ну, я уже не успеваю никуда. Команда, он зверюги, уже на респе гадрю, что-то видишь. Ну, есть кто-то, молодец, он 8 аж подбил. Неплохо. Вот и фарм, смотри, без всяких усилков, без ничего. Если бы я качал технику не на несколько рангов выше, потому что видар это 5 ранг, а у меня, видите, качает 7. Поэтому я получаю с понижающим коэффициентом, сколько-то там, ну, больше половины я потерял очков. Если бы я качал 6, 5 ранг или ниже любой, я бы 10800 очков получил за 8 минут боя. И 180 тысяч лампочек. Видите, как удобно. Видар жесткий. Если кто-то воодушевился, думаете его купить, на самом деле, ну, оно может окажется так со стороны все просто. Но сами в аркаду зайдете, я смотрел, у большинства людей почему-то еле-еле 1 кд на 1 выезд, 2-3 может быть. Итого меньше даже бывает. Поэтому не все так будет просто, как вы видите на экране. Это потому что много всего я контролирую, смотрю карту, мини-карту, где кто ездит, знаю, фугасы, стрельба, противники, вижу кд, не кд, как бы и то делаю ошибки и периодически сливаюсь. Поэтому на видаре в аркаде будет сложновато. А вот в РБ режиме с тепловизором и системой управления огня, одну кнопку нажал, прицелился и стрельнул, вот там, наверное, вы кайфанете и понагибаете. Там как бы видарчик зайдет. Так что вдруг кто надумает брать, друзья, не забывайте, ссылочкой в описании хоть пользуйтесь. 3% меньше выходит и на корм кота возраточка попадает. Здесь же 3%. Так что буду благодарен. Сегодня заходил, посмотрел ради интереса. Человека 4 может. Видары даже посылки взяли, не забыли перейти. Кто-то вот, видишь, купил. С наклейкой гоняют, наверное, нагибает. Так, фиг. 8-3-7-7. Вот большая карта. Фух, ну поехали куда-нибудь. Я давно на нее не попадал. Хотел налево уехать. Я в наглую сразу на горку, пофиг. Иван Гуга, здорово. Так. 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 что-то я не очень эту карту люблю а у меня склонений нет надо вот так выезжать на каток сел вот и крестик да было бы система управления огнем я попал бы четко в шляпу ему видишь какой разброс на выше шляпа но это говно в рб вот так вот нажимаешь одну кнопку и снаряд четко летит подъеду ближе я не могу на дальняк ничего не попадаю я мастер ближнего боя рукопашки не вот эти перестрелки блин нас удовольствием а могу он быстрее хорошо что у меня союзник сзади где-то я сейчас прикроет он бы увидишь человек не понимает что делать в аркаде он не сломал казну ему надо сразу было выезжать на меня и добивать тут же он испугался и уехал зачем я же не могу стрелять и умер ну то есть новичок скорее всего это премиум не наверное только купила вода м x или что это за м x у меня я даже пулемет двадцатка есть вроде бы он бы мог даже с пулемета убить о а какие-то танки у них крепкие и что выдумал для разменивая мужиков на фраге своих неправильное дело но уже однако уже устал обнаглел вот этот боец ребят наверное да я все она мужика качнуть может перезарядка ускориться у меня все ранены пересом пробил его пробил да он на пересадке сидит но он пересядет сейчас если пересядет я пробую ехать давай в шишку квадрате f2 сейчас посмотри она мне редко выпадает люблю больше ближе бой рукопашку мне вот не очень нравится сдалека стрелять если есть возможность как-то повоевать вблизи и обязательно поеду вблизь ну давай-ка чего мужика может быстрее хотя не не будет быстрее а чё я на 105 пробить шляпу у меня тоже хочет пулемет сломано тут и так пролетит может бомбера взять здесь бомбы виде взрываются без задержек сразу и можно хорошо пофармить нам в аркаде чё главное фрагов побольше до победы они тут видимо странные бомберы даже нажать кнопку не успел мы не пускаем их на точку вон 44 такой выстрел еще звук прикольный яга проезжает 44 что-то непонятно что делать стояла она могла час ягу убить но он тоже видишь не менее не видит игру из редко что-то там кого-то заметит стрельнет пустил ягу на точку или и убить часам мне будет помогать да отлично я сейчас промажу в чара чара 4 секунды к.д. кто-то ему ствол сломал ара 44 наша красавчик так не пробьется еду по шляпе ягу 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 яга и она ждать когда поддон у неё появится вот здесь вот сейчас вот так все а в борт бесполезно и стрелять там дофига брони все разбежались ладно вот тут сейчас принимать это будем их наверное надо отъехать наверно от арты отъезжал он не умер я запомнил 9 раз поломанный стоит должен шишку ему попасть час да так ну и чё там на точке кто-то прорвался я смотрю да надо приезжать один миллион на видаре с бонусами да набил бы больше наверное я сегодня на миллион набил на этих а 60 а я похоже не успел да они тут кончились четыре выстрела но их тоже немного осталось мне хватит 4 этих надо радио фугасами побить из ниток часть 7 перевернуты что ли там и потерял не нас раскрыли уходим план 15 тут 12 до ух им бабля еще будет повышать рейтинг посмотрите в 83 скоро дадут там какой-нибудь к пою вот спа чем с выходом потом еще и мне кажется такими темпами это дойдет до 90 а может и не дойдет может это только я так приспособился к этому танку может быть основная масса игроков и статистика показывает обратное что там как бы сильно не нагибает поэтому можно его не трогать вот так посмотрим что мне приблизительно тот вот поэтому видару выходит видар вот видите 43 боя 77 77 процентов винрейт это неплохо для соло игры 300 фрагов вот надо разделить 300 на 43 это сколько примерно фрагов за выезд получается на нем на бой и чуть больше семерочку чуть больше шестерочки в среднем видишь а и вообще говорят что если ты в среднем делаешь три фрага за бой на танке то танк уже хороший поэтому а это дважды хороший как то так Продолжение следует...